Так, мы в эфире, кто меня слышит, и начнем. А пока что можем поговорить о вас, расскажите о себе, какой у вас опыт разработки, откуда вы, у нас есть целых шесть минут, чтобы поговорить. Так, ребят, скажите, откуда вы, с какого вы горна? Напишите в чат. Спасибо. 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 Аматы, вижу Киров, Кауга, Самара. Нижний Новгород. Много разных городов. Это круто. Питер. Да, ребят, и напишите в чат, значит, такой опросик устроим. Есть ли у вас опыт программирования вообще, то есть, либо вы с кодом вообще не знакомы. То есть, давайте так, если у вас опыт программирования вообще ноль, то есть, вы код видите в первую очередь. Ну, если работали, если у вас есть опыт разработки, программирования, да, хотя бы базовые знания, какой язык, то поставьте один. А если вы разрабатывали именно на iOS, то есть, у вас есть уже какое-то представление, умеете работать и так далее, напишите два. То есть, ноль, если вы вообще ничего не знаете, это неплохо. Просто я хочу понять, какой уровень у каждого. Один, если у вас есть опыт, но не под iOS, то есть, какие-то другие языки программирования. И два, если под iOS. Вижу. Ух ты, вижу C++, Java. Так, будет интересно. Итак, у нас две минуты до начала. Угу. Угу. Вижу, да? То есть большинство это без опыта программирования. Это не страшно. Это не плохо. Не важно было это знать, чтобы понимать, насколько подробно объяснять материал. Итак, у нас одна минута. Я думаю, еще пару минут подождем, пока люди подключаются. Минут пять, да, максимум. Ну и потом начнем. Я могу ответить на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я отвечу. Так, трансляция планируется где-то полтора-два часа. То есть я планирую где-то час-двадцать рассказывать материал и тридцать минут, сколько тридцать, ну, десять, двадцать, тридцать минут выделить на ответы на вопросы. То есть в целом до двух часов, не больше. Про какой язык программирования будет идти сегодня разговор? Сегодня будет идти разговор о языке Swift. Swift – это язык, который создала компания Apple для своих продуктов, то есть для своей платформы. С помощью этого языка вы можете писать на Apple. Это айфоны, айпады, это Apple TV, macOS, tvOS, ну, все что угодно. Так, будут ли курсы по обучению работы со советой разработки Xcode? Да, в плане нашего сегодняшнего вебинара я планирую, я хотел бы разобрать Xcode, то есть рассказать вам об этой программе, как с ней работать и так далее. Так, программирование под iOS без Mac, возможно. Программирование под iOS без Mac, возможно. Это можно сделать двумя способами. Первый – это виртуальная машина, то есть вы можете запустить виртуальную машину, то есть это некоторая программа, которая запускает macOS внутри вашей Windows или Linux. Второй способ – это хотинтош, то есть это сломанная версия macOS, которая устанавливается параллельно вашему Windows. Соответственно, вы можете с помощью этого программировать. Но в рамках этого вебинара я, конечно, подробно, но на этом не буду зацикливаться, но останавливаться подробнее. Но можно информацию... Так, еще вопросы? До начала. Да-да-да. Ага, все, я включаю, значит. Итак, сейчас должно быть видно, да? Окей. Окей. Еще пару минут ждем, пока люди подключаются. Будем уже начинать. Так, почему она? Просто так. Так, еще пару минут ждем. И, соответственно, начинаем. Остальные уже пусть сами подключаются. Остальных. Так. Ребят, если есть еще вопросы, пишите. У нас есть целая минута. Да, давай начнем тогда, окей, ладно. Остальные пусть подключаются. Окей, значит, мы будем действовать по такой схеме. Расскажу сначала вам познакомиться с iOS-разработкой. В том плане, что вы познакомитесь с программой, в которой можете разрабатывать приложения для iOS. Также вы познакомитесь с языком программирования, в котором вы сможете, с помощью которого вы можете создавать приложения iPhone, iPad и любой техники Apple. В данном случае мы будем рассматривать iOS. Так, план нашего сегодняшнего урока я бы хотел вот таким образом структурировать. В зависимости от времени, которого у нас будет. Значит, первое, ответить на вопрос, почему стоит заниматься iOS-разработкой. Второе, это структура iOS-приложения от Core, то есть от ядра, от железа, так скажем, до UI, то есть до уже компонентов, которые видны с юзеру. Дальше мы разберем Xcode, приложение для создания, это программа, среда разработки для создания приложений iOS и вообще любой техники, любой техники Apple, любой экосистемы. Так, значит, далее мы разберем Swift, то есть сделаем некий обзор. И разберем его синтаксис, плюсы, минусы, ну и так далее. Ну и немножко разберем структуры, классы, ну в общем, объектно-ориентированное программирование. И если останется время, сделаем небольшое приложение, запустим его в реальном времени и посмотрим, как это все работает. Итак, давайте начинать. Почему iOS? Этим вопросом задается много людей во всем мире. Во-первых, потому что вы получаете приложение, которое будет у вас в кармане. Будь то iPhone, будь то iPad и так далее. Вы можете всегда показать своим друзьям то, что вы уже успели создать, и, соответственно, это очень удобно. Кроме того, сохранять приложение через App Store. Что это значит? Это значит, что вам, по сути, не нужен никакой особый маркетинг. Вы можете просто создать очень хорошее приложение, которым будут пользоваться миллионы людей во всем мире. Вам достаточно просто его создать и загрузить в App Store. Остальное все сделает уже сам магазин приложений. Следующий пункт, очень важный, как мне кажется, это очень отзывчивое сообщество разработчиков. Что это значит? Я имею в виду то, что комьюнити, которое создает, то есть общество разработчиков под iOS, оно очень дружелюбное и очень доброе. В том плане, что вы можете всегда обратиться и вам всегда помогут с помощью какой-то и так далее. Постоянно проводятся какие-то конференции, какие-то мероприятия, и всегда можно найти ответ на любой поставленный вопрос. Тем самым iOS сообщество разработчиков гораздо лучше, чем Android. В этом плане они менее дружелюбны. Не знаю, почему это связано. Итак, кроме того, это работа с новыми технологиями. Это значит, что приложение для iOS, вы тем самым всегда будете в курсе новейших технологий в мире, поскольку Apple является одной из самых технологических компаний. Соответственно, создавая продукт, вы будете всегда в курсе всех новинок, новшеств и так далее. То есть будете впереди всей планеты. Кроме того, очень важный момент – это работа из любой точки мира. Это означает, что вы можете работать через интернет, где угодно, получать хороший заработок. По данным AppMetric, на 2016 год четверть iOS-разработчиков зарабатывала 5000 долларов в месяц. То есть это довольно-таки хорошая сумма. Вот. Далее. Язык Swift. Давайте посмотрим на эту диаграмму. Очень хороший диаграмм показывает, почему язык Swift лучше других языков. И почему стоит начинать программировать именно с языка Swift. Как вы видите здесь, так, вопрос, да, можно. Как вы видите, здесь у нас по вертикали App Performance, то есть, значит, производительность приложения, по горизонтали Developer Productivity, то есть продуктивность разработчика. И как вы видите, чем больше, чем сложнее приложения, и тем больше продуктивность разработчика. То есть, как вы видите, у нас Swift находится в самом лучшем положении. Если вы посмотрите здесь, тот же JavaScript находится очень низко по сравнению со Swiftом. Это значит, что вы не сможете на нем создать какое-нибудь сложное приложение. В то же время, если вы будете создавать на C++, вы не сможете получить достаточно продуктивности, то есть, ваша деятельность будет однообразной и так далее. Вопрос. Так, это трудно для новичка? Нет, для новичка это не трудно. Тут главное желание, любой может научиться. Итак, давайте разберем структуру iOS-приложения. Из чего она состоит? Как вы знаете, физически iPhone это, по сути, что? Это набор каких-то... По сути, это набор каких-то железок. Это процессор, это оперативная память, это множество различных датчиков и так далее. Все это работает вместе, синхронизируется. И вот вся работа вот этой hardware, да, железной части, она находится в CoreOS. То есть, это супернизкая часть приложения, платформы Apple, которая написана... которая находится на Unix, написана на C. Далее. То есть, здесь у нас происходят очень низкоуровневые штуки, которые на самом деле сейчас нам не пригодятся, но очень важно понимать, что здесь происходит взаимодействие с железом. Следующий уровень... Так, следующий уровень у нас это... То есть, непосредственно работа с этими компонентами вашего айфона или айпада. То есть, что это значит? Сетью, да? То есть, в телефоне есть специальное оборудование, которое позволяет работать с сетью. И с помощью этого мы можем использовать работу с сетью в наших приложениях. Мы можем использовать многопоточность, использование локации, камеры и так далее. Следующий слой – это слой медиа. Ну, это самый обширный слой. Здесь у нас происходит работа с медиафайлами. То есть, это картинки, это аудио, это запись видео. И все в этом духе. И следующее, мне кажется, основное – это в котором вы будете работать первое некоторое время. Этого вам будет достаточно для того, чтобы создать какое-то простое приложение, как, например, заметки. Кутач. Это самый верхний слой, в нем находятся все наши UI-элементы. Что это значит? Ну, это кнопки, это видюшки, это карта, это камера, различные контроллеры и так далее. Итак, сейчас я перейду в приложение Xcode, и мы, соответственно, посмотрим… Я сейчас создал… Итак, пару слов об Xcode. Xcode у нас среда разработки, в котором вы можете создать приложение для iOS, macOS и любой другой платформы Apple. То есть, tvOS, watchOS. Итак, при создании первого нашего приложения у нас возникает такое окошко. В данном окошке вы можете выбрать, под какую платформу вы будете делать. Если вы видите здесь наверху iOS, watchOS, tvOS, macOS. В данном случае мы будем рассматривать iOS. Итак, приложение Xcode только для Mac идет. Да, Xcode у нас только в операционной системе macOS, но, как говорил раньше, можно поставить и на Windows в Hackintosh, либо через виртуальную машину. Итак, мы выбрали iOS, и теперь у нас есть выбор. Взять… Есть несколько типов, шаблонов приложений, которые мы можем выбрать. Соответственно, выбирая один из них… В общем, для начала нам подойдет и Single View App, то есть, приложение… Что такое Single View App? Когда я нажму Next, у меня Xcode создаст автоматически простое приложение, чистый лист, то есть, оно будет запускаться, оно будет работать, но на нем ничего не будет. Что, впрочем, нам это и нужно. Итак, нажимая Далее, мы видим… нас требует написать имя. Это будет имя нашего проекта. Давайте напишем Demo App. Мы выбираем нашу… нашу… учетную запись, которая будет присвоена к этому проекту, и организационное имя. пусть это будет… Demo Corp. Дальше у нас идет организационное дефайр, но, в принципе, это сейчас не очень важно. Далее мы выбираем язык, это Swift, либо Objective-C. в данном случае мы будем выбирать Swift. И здесь дальше нам предлагают поставить галочки. Выбрать использовать CoreData или не использовать. Include Unit Test, то есть, Unit Test это нам пока не нужно, в принципе, затрагивать это мы не будем. Итак, дальше я убираю, куда сохранить. Я сохраню в Desktop, нажимаю Create, и он у меня создает мою первую программу. Итак, давайте посмотрим, что у нас открылось здесь. У нас окошко разделено на три части, смысловые, три части. Первое – это Navigation. Здесь мы можем открывать файлы, различные файлы нашего проекта и, соответственно, их редактировать. у нас находится основная часть, в которой мы можем редактировать информацию о нашей приложении, различные. То есть, мы здесь можем, например, включить карты и так далее. Данные, то есть, настройки нашего приложения. И справа, если вы видите, у нас находится окошко. у нас находится окошко утилит, то есть, здесь у нас появятся различные утилиты, которые нам помогут работать с информацией. Давайте посмотрим, какие файлы Xcode нам автоматически создал. То есть, он создал такие файлы, которые позволят нам запустить наше приложение без ошибок. Как видите, я нажал на эту кнопочку. Здесь мы можем выбрать, на чем запустить наше приложение. Здесь есть весь список устройств Apple. Я выберу, допустим, iPhone X и нажму вот эту кнопочку, и у меня запустится мое приложение. Как видите, давайте мы его запустим и посмотрим, что все работает. Так, у меня тут вопрос. Потом посмотреть можно будет? Да, можно будет потом смотреть. Так, у нас запускается наша демка. Так, смотрим. Вот так выглядит окно симулятора. То есть, вы можете непосредственно на своем компьютере в симуляторе запустить. Вот, смотрите. Приложение запустилось, как вы видите. Здесь у нас чистый лист, то есть, ничего на нем нету, но уже большой плюс, что приложение полностью запускается. Теперь мы можем работать непосредственно с приложением. у нас файлы в данный момент уже есть в программе. Во-первых, это FDelegate. FDelegate помогает запустить наше приложение и сделать какие-то настройки. Пока это лучше не трогать, то есть, для работы с приложением данный файл нам пока не понадобится, но его трогать тоже не нужно, поскольку возможно что-нибудь сломаете и что-то не запустится. Но здесь есть некоторые методы, которые будут которые будут в которые нам, в принципе, сейчас не нужны, поэтому мы не будем на них останавливаться. Давайте посмотрим на следующий файл, это ViewController. ViewController это первый это класс нашего экрана, то есть, вот у нас есть экран, у этого экрана есть свой класс, он называется UIViewController. Здесь можем делать некоторые настройки для нашего для нашего экрана. То есть, здесь мы будем писать наш код, здесь вот этот метод нам не нужен в принципе, вот и так следующий файл это main.storyboard main.storyboard это тот файл, в котором вы будете делать графику вашего приложения. Что это значит? То есть, здесь вы можете смотреть, я нажал на ViewController, у меня вот здесь открылся navigation, я могу выбрать свой экран и у меня здесь во вкладке утилиты открылось сразу же настройки, то есть, окно настройки моего ViewController. здесь я могу например, смотрите, вот если я выберу я могу поменять цвет, например, поставить красный цвет, у меня будет красный экран, если я сейчас запущу, сейчас мы запустим и увидим, что цвет нашего экрана поменялся на красный. Это делается очень просто и достаточно интуитивно, то есть, никаких знаний программирования для такого простого действия не нужно. Как видите, цвет поменялся. Это магия. Так, далее, давайте мы разберем, что такое класс и попробуем в этом всем разобраться. Для этого я вас познакомлю еще с одним инструментом в Xcode называется Playground. Playground позволяет Playground это по сути место, где разработчик может тестировать свой код. Что это значит? Это значит, что ему не придется создавать новый проект для того, чтобы запустить, чтобы потренироваться, попробовать язык Swift и смотрите, что у нас в Playground сразу же выскакивает? Это Import UIKit. UIKit это огромный фреймворк, который представляет нам компания Apple. Данный фреймворк включает в себя информацию множества методов, множества переменных касательно UI. Что это значит? Там вы можете найти кнопки, слайдеры, коллекции и вьюшки, различные элементы, которые вам понадобятся для построения базового UI. Этим Apple упростила нам жизнь, создала, создала, то есть написала некоторый фреймворк, с которым мы можем быстро написать код. Итак, давайте по традиции выведем на экран Hello World. И тут же мы знакомимся с языком Swift. Давайте мы увеличим шрифт, чтобы было удобнее читать. Такс. Такс. следует... Ну, я думаю, вот так хватит. Итак. Смотрите, сразу же мы сталкиваемся с синтаксисом языка Swift. Я скажу вам сразу, что он очень простой. Особенность языка Swift в том, что его легко читать, его легко понять и так далее. Смотрите, сразу же возникает такой момент. давайте разберем структуру. Сейчас переменную с названием str. Чтобы вызвать переменную, мы можем сделать это двумя способами. Мы можем написать var str1 равно str1 str1 Как видите, в этой части плейграунда у нас сразу же выскакивает окошко, в котором мы можем смотреть результат. Результат компиляции. То есть плейграунд автоматически компилирует то, что вы написали и в случае чего сразу выдаст ошибку. Итак, мы можем создать переменную с помощью var ключевое слово, либо же можем создать с помощью let. let равно str2 В том различие между let и var в том, что если я создал let, то это у меня по сути константа. в дальнейшем в моем коде я не смогу исправить эту константу. Если я напишу str2 равно например hello world то есть я поменял значение str2 но у меня это не скомпилируется. Как видите здесь пишут, что я не могу изменить значение констант здесь пишут, что let это значит констант вот но если я попробую изменить например перемену str1 который является у меня var то есть переменной я ее могу изменять это значит что я могу в процессе моего кода написать какое-нибудь другое значение например hello world и как видите у меня все это скомпилировалось без ошибки и так далее рассмотрим какие бывают структуры в языке свифт во первых это бывает массивы что такое массивы массивы это список из каких-то элементов допустим мы уже научились создавать переменную это касается не только так сначала давайте разберем какие бывают типы типы переменных то есть у нас в данном случае у нас str это типа string то есть что это значит что str может принимать только значение текстовые то есть в виде строки string кроме того я могу создать переменную number которая у меня будет типа int и будет равно нулю как вы видите вот таким образом мы задаем тип нашей переменной но свифт язык очень умный и если вы скажете значение этой переменной то соответственно указывать какого это будет типа уже не нужно мы указали int number int равно нулю далее хотел бы заострить ваше внимание что свифт очень строго типизированный язык это значит что я не могу сейчас взять и в переменную number которая у меня int да видите здесь x-code нам сразу же дает подсказку что это у нас типа переменной int я не смогу в эту переменную так сказать записать другой формат допустим это будет string он мне сразу выдаст ошибку вот как видите он говорит что я не могу заключить значение string в тип int поэтому нужно быть очень осторожным с типизацией и всегда видеть что вы пишете и так значит дальше давайте рассмотрим как ставить комментарий комментарии ставятся двумя бакслэшами комментарии нужны в коде для того чтобы объяснить другому программисту который откроет ваш код как работает тот или иной участок вашего кода здесь вы можете писать там привет это комментарий и соответственно как это делается окей далее давайте рассмотрим структуры какие бывают рассмотрим например например рассмотрим array array это у нас массив что такое массив массив это по сути коллекция из каких-то элементов ну допустим мы создадим var array равно во первых мы указываем тип array то есть array значит мотив равно и давайте напишем туда какую-то коллекцию например это будет коллекция из имен да пусть это будет павел семен и саша то есть у нас сейчас получилась коллекция из трех элементов которые у нас какого типа типа string и как видите здесь это сразу же выскакивает и мы сразу можем видеть что у нас внутри нашего array это один из типов один из видов структур так давайте мы с вами попробуем рассматривать понять как использовать все эти структуры все эти методы на основе какой-нибудь реальной задачи то есть мы немножко попрактикуемся написать какую-нибудь программу на языке swift без использования графики допустим у нас есть у нас есть система доставка пиццы и нам требуется создать программу которая будет принимать заказы которая будет их обрабатывать выдавать сдачи и так далее как нам это сделать тут нужно декомпозировать задачу то есть от большего перейти к маленькому то есть разобрать нашу задачу на мелкие кусочки вот наша цель это написать для того чтобы написать программу системы доставки пиццы как нам это сделать что должно быть во-первых во-первых должен быть должны быть какие-то продукты правильно то есть мы должны создать класс продукт и тут же мы сразу заходим в объект ориентированное программирование таким образом я вызываю я вызываю класс что такое класс класс это по сути некоторая область в памяти в памяти устройства которое собирает воедино то есть это набор каких-то свойств каких-то методов можно привести пример из реальной жизни допустим у нас есть код да то есть продукт это какой-то класс я создал класс продукт получается какой-то объект это объект у которого есть свои свойства какие свойства мы можем тут написать name у продукта может быть имя мы можем задать ему имя смотрите я указал здесь знак вопрос мы сразу сталкиваемся с одним очень важным инструментом свифт это опциональный тип опциональный тип то есть по сути у нас теперь переменная name типа вот этого то есть string со знаком вопрос что это значит это значит что если я допустим буду работать в коде и name у меня будет пустой то есть new new это когда в нашей переменной полностью пустая то есть не содержит никаких значений если у меня в переменной name нету никакого значения то у меня выйдет сразу new а если есть значение то выйдет string вроде бы это довольно непонятно но давайте сейчас мы на примере будем рассматривать итак у нас есть класс продукт давайте еще подумаем какие у нас есть у него параметры name что еще size допустим допустим это height то есть высота пусть начало это будет new дальше у нас идет ширина ширина это тоже будет string и на самом деле мы можем сделать как здесь сделать численный тип то есть mint и height тоже сделать численного типа объектно-ориентированное программирование в чем оно заключается в том что вы создаете класс это по сути есть один объект что это означает ну например в реальной жизни есть код у него есть какие-то параметры которые определяют его именно как кота то есть ну кроме того у него есть какие-то другие параметры допустим это ну количество лап это количество глаз шерсти и так далее объект объект кота глаз кэт и начал бы его заполнять что бы я написал ну сразу же я бы написал имя Василий да допустим или код Василий дальше количество количество глаз это будет у меня int допустим 2 так и так далее что мы сделали то есть мы создали объект кота что дает нам этот объект кота то есть мы создали некоторый объект которым можем пользоваться далее у этого объекта есть некоторые его свойства которые делают его именно ну индивидуальным либо же таким же как и другие потому что имя есть и у собаки в смысле кличка количество глаз есть и у собаки допустим тоже так ладно давайте немножко прервемся у вас есть какие-то вопросы давайте ответим на вопросы слишком сложно кому-то если есть какие-то вопросы я готов на них ответить давайте мы ответим на вопросы и потом спасибо спасибо Итак, вопросов я пока не вижу. Неужели вам все понятно? Ребята. Так, почему опционал? Хороший вопрос. В языке Swift появился опциональный тип. Итак, давайте посмотрим функцию. Во-первых, что такое функция? Есть функции. То есть это некоторые методы, которые выполняют какую-то логику. Например, давайте мы создадим функцию. Принимать значение наше имя. Имя будет параметра string. И закрываем. Вот так выглядит у нас функция. То есть мы пишем ключевое слово функ. Далее у нас название функции. В данном случае это changeName. Дальше у нас идут аргументы. То есть здесь может быть что? Name. Я могу далее через запятую написать surname. То есть это фамилия. И так далее. Что это за аргументы? Эти аргументы, вот, name, surname, внутри моей функции. То есть за пределом этой функции они не работают. Они мне помогают принять какое-то значение извне и, соответственно, работать с ними внутри функции. Ну, например, давайте мы... Давайте здесь будет не name, а все-таки... Так. Давайте мы поменяем наше имя. То есть что мы сделаем? Давайте мы не изменим имя, а напишем swapName. То есть мы имя на фамилию, а фамилию на... Тогда у нас вот это будет, наверное... Так, ладно. Нехороший пример. Давайте у нас будет просто имя, и мы будем его просто изменять. Очень простой пример. Итак, мы пишем name и равно то, что мы хотим написать. Ну, допустим, это что? Николай. Допустим, мне нравится имя Николай. Вот. Вот так я меняю name. Но заметьте, у меня есть переменная name. Ой, я не могу это сделать. Потому что говорит, что name – это у нас константа. Так, это значит то, что мы не можем заменить... Значит, аргумент у нас просто дается, и мы можем его просто использовать. Давайте мы напишем здесь new name. Давайте я объясню логику данной функции. Логика данной функции в том, что я вызываю нашу функцию... Пишу новое имя, и, соответственно, меняю значением имени продукта на то, которое я написал здесь. Вот. Давайте это сейчас и сделаем. То есть мы пишем name равно new name. Да, Владислав, мы сейчас плавно к этому перейдем. Создадим одну функцию, с помощью которой сможем это сделать. Смотрите, мы создали. Вот так мы меняем... Ну, вот так будет наша функция по замене имени. Чтобы ее использовать. Внизу давайте создадим экземпляр класса продукт. Что это значит, экземпляр? Ну, это значит, что, допустим, у нас есть объект код. У этого объекта есть какие-то свойства. То есть вот мы в голове держим информацию, что код у нас имеет два глаза, имеет такой-то цвет шерсти и так далее. Но у нас же в голове нет самого кода. То есть экземпляр класса кода есть в реальной жизни. То же самое и здесь. Мы написали, как выглядит наш... Самого продукта у нас пока нет как такового. Чтобы его создать, мы пишем... Любую другую переменную... Вар равно продукт и две скобочки. Таким образом мы создали экземпляр класса нашего вот этого класса. Что означает вот эти вот... То есть, смотрите, еще раз. В данном случае продукт, который вот здесь, это у нас название нашей переменной, которая хранит продукт. У нас сразу же появился новый продукт, у которого есть имя с таким значением, высота с таким значением, вид с таким значением. Давайте воспользуемся функцией и... попробуем поменять имя продукта. Как мы это должны сделать? Это делается следующим образом. Мы обращаемся к нашему продукту, ставим точку, и смотрите, у нас сразу возникает... То есть, X-код нам подсказывает. В данном случае мы выберем вот это. И здесь мы пишем аргумент, то есть, какое имя мы хотим задать. Допустим, Николай. Смотрите. Давайте... Я... Так, давайте еще один момент интересный. Как вывести в консоль информацию о какой-то переменной. Для этого есть специальное слово print. Указать то, что мы хотим вывести на экран. Довольно полезная вещь, которая позволяет... То есть, знать, какие значения принимает ваша переменная в тот или иной момент времени. Давайте мы напишем это вот здесь. Потом мы выполним функцию и напишем вот здесь. Теперь, как вы видите, смотрите. Вот мы и столкнулись с некоторыми моментами expression in plisity sourced from string to any. Что это значит? Это значит то, что наш print функция может вызывать на экран любые значения. но покажет только значение типа string. То есть, если я, например, здесь поставлю, то у меня сразу выйдет ошибка. Так, давайте поговорим про опциональный тип и подробнее его рассмотрим. Что такое опциональный тип? Опциональный тип позволяет переменной позволяет вам то есть, опциональный тип это по сути что значит? Это значит, что переменная может быть либо nil, то есть, либо не имеет значения, либо имеет значение. А если оно будет иметь какое-то значение, то оно может быть строкой, числом и так далее. вот как нам достать значение из переменной name, которая у нас которая у нас опционального типа string. Для этого используется специальное создание переменной let let new one равно product точка name. Что мы делаем? Мы сейчас создали переменную, в которую мы встроили наш name. Как нам есть специальный синтаксис, если мы поставим знак вопрос, это означает, что компилятор достанет из нашей переменной значение. Если он значение не достанет, то выйдет сразу ошибка, которая говорит, что значение достать ему не удалось. Поэтому нужно быть осторожным в этом случае. как избежать вот этой ошибки. Вот эта ошибка означает краш, то есть ваше приложение будет просто вылетать. Как можно от этого избавиться? Можно избавиться, например, вот так. Синтактически нечетко виден код из сам экран. Так, видимо, что-то со связью. Мы можем задать дефолтное значение, то есть какое-то значение по умолчанию. Ну, например, значение по умолчанию. Смотрите, что мы сейчас сделали? Вот такой синтаксис позволяет нам избежать краша нашего приложения. Что это значит? Что если логически, давайте прочитаем этот код. логически он считается следующим образом. Если у нас переменная name не имеет значения внутри себя, то есть nil, в таком случае мы записываем значение вот этого куска кода. В таком случае у нас, как видите, ничего не крашнулось. Опять же, если я уберу вот это и достану значение из моей переменной name, то у меня сразу выйдет ошибка. У меня выйдет ошибка, которая говорит, что не удалось достать значение из переменной и, соответственно, как видите, случился краш. Вот. Еще раз, чтобы это избежать, мы должны один из способов это вот такой. Есть также обычный способ, например, if. Давайте рассмотрим условно конструкцию. Как в любом другом языке есть такая конструкция, как if. Мы говорим if product не равно nil то что мы делаем? Давайте мы здесь оставим вот так. И вот здесь мы что сделаем? new1 равно product точка name Здесь нужно изменить на var, поскольку, как видите, компилятор сразу ругается. Он говорит, что ваш констант let и вы не можете туда засунуть значение. Вот, смотрите, у нас вот эта переменная она типа string у нее тип string а у product точка name как видите у нас опциональный string и наш компилятор сразу будет кричать. Он будет говорить, что я не могу опциональный swift засунуть в значение опциональный string засунуть в просто string и он хочет, я его onrap то есть достал из него значение нажимаю fix смотрите он мне добавил знак вопроса восклицательный знак тем самым я достал значение из моей переменной дальше else то есть если у меня product точка name не пустой то есть у него есть какое-то значение то мы в которую будем засовывать какое-то значение допустим product точка name в другом случае если у нас вдруг product точка name равно new то есть эта переменная не хранит себе никакое значение что в этом случае нам сделать в этом случае например мы скажем что new one равно значение по умолчанию смотрите вы можете сделать вот так вы можете сделать следующим образом new one равно product точка name или значение по умолчанию смотрите и тот который ниже это полностью идентичный код то есть он работает по одной и той же логике просто здесь мы ее сократили и написали в одну строчку тем самым сифт довольно красивый язык позволяет сложной конструкции писать очень просто и смотрите что у нас вывелось на экран у нас в двух случаях одинаковые значения то есть значение по умолчанию что это значит это значит что они действительно работают одинаково и так вроде бы я объяснил опциональный тип то есть еще раз что такое опциональный тип опциональный тип это тип который хранит себе может в себе хранить два значения либо ничего либо какое-то значение то есть это может быть int string любое другое значение зачем вообще нужен опциональный тип опциональный тип придумали потому что ваши вы должны его использовать в том случае если не уверен переменная будет хранить какое-то значение поэтому важно использовать опциональный тип но нужно не забывать как правильно извлекать значение то есть использовать в такую конструкцию либо вот такую чтобы ваше приложение не крашилось в процессе работы я надеюсь я ответил на этот вопрос итак давайте мы наверное не будем это стирать итак давайте смотреть мы нажали так давайте мы здесь укажем тоже какое-то значение по умолчанию знак вопроса какое значение смотрите в этом случае смотрите у нас вывелось что ничего нету то есть наш перемен ничего не хранит а давайте смотреть дальше после выполнения нашей функции мы опять вызвали print и теперь у нас переменная name хранит николай то есть в процессе данной функции мы изменили имя нашего продукта на николай то есть мы воспользовались данным методом и реализовали его итак давайте перейдем в так это были объекты и некоторые структуры которые мы изучили давайте перейдем непосредственно к нашему x-коду так код выглядит конечно ужасно давайте вернем прежнюю так если у вас есть какие-то вопросы давайте вы можете их задать сейчас пока я настрою тут так я жду вопросов если у вас есть какие-то вопросы задавайте их сюда так вопросов не вижу вам все понятно опциональные типы поняли объекты и так далее и так далее если что-то вдруг непонятно то пишите давайте сейчас да я размещу все это в сеть и в комментариях я укажу материалы вы их можете скачать итак давайте мы создадим простенькую программу запустим ее вот это наш экран экран который у нас на айфоне да 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 если mac os то в appstore xcode давайте мы создадим простую программку с какими-нибудь карточками да смотрите у нас в утилитах есть окошко которое называется object library то есть это библиотека наших объектов объекты которые мы можем создать например в view controller он создается еще один экран как вы видите мы можем создать еще один экран ну и допустим что сделать давайте например по нажатию на кнопку у нас откроется вот этот view controller как это сделать давайте добавим кнопку кнопка на английском button мы ее ищем сразу добавляем легко перетягиваем смотрите вот так мы добавили кнопочку давайте запустим наше приложение и посмотрим как оно будет работать приложение довольно простое но все же смотрите вот у нас появилась кнопка видите она крикабельна но ничего не происходит потому что мы не прописали что должно происходить давайте мы это сделаем возвращаемся сюда как нам сделать переход между вот этим view controller с этого экрана на этот во-первых есть разные анимации в данном случае мы сделаем просто анимацию снизу самое простое зажимаем control и перетягиваем на этот и выбираем тип перехода выберем show самый обычный вот видите таким образом мы добавили действие нашей кнопки что мы сделали мы добавили действие что по нажатию на кнопку у нас откроется новый экран очень простое действие давайте запустим и проверим итак вот наша программа нажимаем button опа второй экран как видите но смотрите мы с этого экрана больше никуда не можем пройти потому что нету ни кнопок ничего нет давайте зададим кнопку чтобы вернуться или не будем это делать в принципе давайте создадим кнопку назад и так же сделаем show теперь при при запуске мы сможем вернуться назад итак нажимаем кнопку переходим назад и возвращаемся потом снова и так далее очень простая программа итак давайте мы этот экран удалим и попробуем сделать что-нибудь поинтереснее так удалим этот экран итак что собой представляет кнопка вот вроде бы простой очень простая конструкция но она довольно сложная у нее много компонентов много свойств которые можно изменять здесь в наших утилитах смотрите мы когда нажимаем в нашем сториборде то у нас меняется наши у нас меняется наши то есть смотрите здесь сейчас написано view почему потому что я выбрал девушку у меня здесь будет написано button и соответственно метры которые я могу изменить кроме того я могу перейти сюда размеры что я могу сделать я могу например сменить ширину поставить 100 на 100 давайте view контроля на что-нибудь простое не знаю пусть это будет черный цвет это не черный ну почти да черный итак вот наша кнопка давайте мы поменяем у нее цвет тоже как это сделать ну мы ищем background выбираем цвет например белый и вы видите чтобы менялся цвет давайте поменяем также текст дважды кликаем и пишем что напишем давайте мы вставим туда какой-нибудь эмодзи как это сделать переходим в edit эмодзи у нас открывается эмодзи ну например это будет что это будет например тыква но тыква очень маленькая давайте сделаем ее больше как это сделать опять же переходим сюда ищем фонд фонд это шрифт здесь мы можем изменить как стиль шрифта так и например его размер давайте напишем что-нибудь побольше например 25 мало давайте 50 вот уже лучше как видите мы получили кнопочку карточку и что я хочу сделать я хочу понажать ее на кнопочку переворачивать карточку чтобы она так скажем переворачивалась то есть что такое вот эта кнопочка мы сделаем вот эту кнопочку как карточку у которой задняя сторона красного цвета как видите в нашем view контроллере мы сделали все необходимые действия сейчас нам необходимо соединить с нашим view контроллером что значит соединить это значит что вы сможете изменять вашу кнопку в коде для этого нужно нажать control зажать кнопочку и перенести в свободное место и смотрите у нас сразу открывается окошко в котором мы можем что-то делать с этой кнопкой мы можем создать outlet outlet это у нас обычная переменная которая хранит себе как раз таки экземпляр вот этой кнопки также есть action action это по сути что произойдет с кнопкой по на ее нажатию имя нашей функции допустим lead tab button здесь выбираем тип UI button что это значит это значит что тип нажатой кнопки у нас будет именно UI button тип который представляет компания Apple в котором она описывает какие-то свойства которые доступны только для кнопки то есть это нажатие это там цвет текста множество других всяких прикольных вещей дальше у нас event event это означает когда будет происходить вот эта функция она может происходить на разной виде нажатий как видите здесь их очень много touch up inside это самое обычное касание ну самое обычное touch также есть drag есть drag exit в общем можно ознакомиться с этим нажимаем connect и смотрите что произошло наша кнопка она присоединилась мы ее соединили с кодом что это значит что мы теперь можем в коде ее спокойно редактировать смотрите видите вот это вот это слово IB action как раз таки и говорит нам что данная функция работает с каким-то элементом внутри нашего storyboard итак давайте закроем режим двух окон который я открыл нажатием вот этой кнопочки то есть вы можете одновременно работать с двумя окнами это очень удобно итак возвращаемся в view controller давайте попробуем что-нибудь изменить что мы хотим хотим сделать мы хотим по нажатию на кнопку чтобы у нас картинка переворачивалась что это значит то есть мы хотим чтобы я хочу чтобы я хочу перевернуть ее и тогда у меня откроется другая кнопка давайте я нарисую чтобы вы сразу поняли о чем речь вот допустим у меня есть карточка вот такая нажатию я хочу чтобы она была вот такой то есть я переверну ее как нам это сделать здесь что мы должны сделать мы должны итак давайте посмотрим что тут появилось в коде во-первых появилась некая функция с таким названием дтботом стендер что это значит значит что эта функция будет вызываться тогда когда я нажму на эту кнопку и в аргументах у меня сендер это будет что это будет как раз таки та самая кнопка поэтому внутри нашей функции я могу изменять эту кнопку так как я захочу например я хочу поменять убрать текст то есть текст внутри кнопки у нас сейчас стоит что это тыковка я хочу убрать этот текст как мне это сделать я говорю сендер сендер это вот этот аргумент то есть при нажатии на кнопки у меня сендер будет та самая кнопочка которая у меня находится на экране сендер точка title label это label отвечает кратки за вот этот текст и текст пишем равно чему ничему то есть что сейчас произойдет понажать его на кнопочку давайте мы запустим посмотрим моя кнопочка сендер изменит текст у себя изменит текст на вот такое значение то есть уберет текст давайте посмотрим как это работает вот видите у нас запустилась есть кнопка я нажимаю ничего не происходит почему же давайте выясним так смотрим давайте-ка мы выясним так ну во-первых нужно понимать что у кнопки задается название задается другим образом с помощью метода set title что происходит смотрите мы говорим sender то есть наша кнопка поменяйте значение пожалуйста на вот такое и здесь сразу же смотрите выскакивает for ui control state что такое control state дело в том что у нашей кнопки есть множество различных состояний ну например есть состояние что она нажата есть состояние что она что вы держите палец на ней и есть обычное нормальное состояние давайте мы ее и напишем так точка normal еще раз смотрите нажимаем точку у нас появляются различные виды состояний видите есть selected то есть выделенный есть highlighted focused disabled ну и самый обычный normal давайте попробуем еще раз запустить и убедимся что на этот раз все должно заработать по крайней мере мы на это надеемся так наша кнопка давайте нажмем опа все сработало это какая-то магия итак все сработало ну а давайте мы изменим по нажателю на кнопочку пусть у нас что происходит у нас переворачивается наша кнопочка как это сделать давайте создадим функцию flip button которая будет принимать значение sender то есть наша кнопка типа UI button и text нет flip button и смотрите здесь мы говорим то есть какие у нас могут состояния у нас будет вызываться функция flip button каждый раз при нажатии на кнопки то есть давайте напишем if sender точка мы должны проверить какой сейчас у нас текст указан на на кнопке то есть если там нету текста значит картинка ну значит наша карточка перевернут перевернуть обратно мы должны узнать какой у нее текущий текст в кнопочке для этого мы называем current title а sender точек current title равно вот этому то есть там ничего нету мы что делаем мы говорим sender точка set title мы наоборот задаем ему title например давайте откроем опять эмоджи и добавим какой-нибудь допустим допустим вот этот эмоций ой он не добавился вот добавился здесь опять же стоит выберем нормальный итак в противном случае если у нас текущий не является пустым то есть там что-то есть мы должны наоборот сделать его пустым то есть sender точка set title и пишем вот так то есть мы убираем весь текст внутри него кроме того мы хотим еще и поменять бэкграунд наши кнопки что если она переворачивается из мира кнопка переворачивается она визуально переворачивается технически мы просто меняем ее название и меняем бэкграунд смотрите сейчас вы все увидите кроме того при переворачивании я хочу сделать бэкграунд то есть цвет бэкграунда ставить белый в случае в случае если у нас перевернуто то у нас будет какой-нибудь оранж то есть оранжевый цвет итак и вот здесь давайте это пропишем flip button sender что мы сейчас делали мы вызвали функцию фрибаттон внутри нашей функции дтбаттн то есть смотрите каждый раз когда мы будем нажимать на кнопочку она будет вызывать функцию фрибаттон которая в свою очередь будет что делать будет выполнять какую-то логику кроме того в нашу функцию будет передаваться sender то есть наша кнопка давайте посмотрим что произойдет как видите это симулятор в нем можно открывать различные программы смотрите мы нажимаем на кнопку мы поняли дайсмер кнопка перевернулась визуально нажимаем еще раз то есть как вы видите картинка перевернулась то есть мы реализовали очень простой функционал который у нас работает как вы видите вам стало понятно так вот видите в несколько строчек кодика мы написали очень простую программу которая переворачивает карточку давайте создадим еще одну карточку для интереса последнюю карточку и думаю на сегодня закончим так чтобы дублировать нашу кнопочку нам достаточно нажать команду в данном случае у нас наша кнопочка полностью скопирует все свойства нашей вот этой кнопочки поэтому нам не придется снова задавать все параметры с нуля вот здесь и давайте здесь укажем какой-нибудь другой эмоджи например пусть это будет панда окей вот панда значит давайте теперь делаем точно так же мы берем нашу кнопку там двухоконный режим соединяем нашу кнопочку и здесь пишем did tap панда button и выбираем action выбираем тип UI button event у нас touch up inside соединяем все мы соединили кнопочку с кодом возвращаемся в код здесь что мы делаем давайте изменим нашу функцию flip button чтобы в нем можно было еще и задавать текст я имею ввиду эмоджи то есть здесь мы уже не будем сами задавать мы просто напишем эмоджи и каждый раз будем просто вызывать эту функцию соответственно вот здесь мы тоже должны это изменить эмоджи здесь мы должны указать так сейчас быстренько укажем итак зачем я написал отдельную функцию если я мог написать ее внутри вот вот этой если я мог всю вот эту логику указать вот здесь а для того что я могу одну и ту же функцию использовать для нескольких кнопок это довольно удобно то есть смотрите я могу сказать flip button мы напишем давайте скопируем отсюда панду и вставим сюда то есть мы видите опять реализовали еще одну карточку довольно быстро спускаем проект и опять смотрим что из этого выйдет итак видите у нас две кнопочки при нажатии на каждую из них у нас должна переворачиваться иконка давайте проверим я нажимаю на эту переворачивается переворачивается а давайте вот сюда ух ты почему не переворачивается давайте-ка мы выясним что же давайте мы проблема в том что наша кнопка вот эта вторая привязана то есть у нас наша вот эта кнопка привязана сразу к нескольким экшенам то есть при нажатии на вот эту кнопку смотрите видите у нас привязка идет сразу к двум кнопкам это говорит о чем о том что по нажатию на мою панду у меня вызовутся сразу две функции чтобы это исправить мы должны правой кнопки мыши нажать на кнопку и у нас выйдет сразу все события которые связаны с данной кнопкой как видите здесь у нас сразу два вызываются две функции на одну наш на один наш ивент как это исправить давайте просто уберем вот этот и опять запустим то есть смотрите вот теперь видите у нас функция подключена именно к одной а к другой с другой не связано это значит что теперь все должно работать я нажимаю и у меня все отлично работает вот так мы реализовали очень простое приложение уверен вам было интересно у вас есть какие-то вопросы я готов на них сейчас ответить ребят задаем вопросы так ну у нас есть какое-то время можете задать вопросы если у вас они возникли возможно есть какие-то вопросы по касательно iOS не только то что я сейчас рассказал возможно у вас у вас есть какие-то свои вопросы вы хотите стать iOS-розработчиком но есть какие-то вопросы я готов на них ответить итак если вопросов пока нету либо вы пока пишете я соберу summary так здесь код скину обязательно и вы можете это посмотреть значит давайте мы немножко подытожим что мы сегодня сделали мы сегодня познакомились с iOS-разработкой мы поняли что быть iOS-разработчиком очень крутое почему потому что очень легко на нем писать код язык Swift позволяет делать это очень просто очень просто и понятно то есть видите мы написали flip button какой-то сендер такой-то эмодзи все очень просто и лаконично логично поэтому любому новичку под силу изучить Swift это делается очень просто например с помощью курса в наших да конечно же есть возможность даже если у вас полностью нулевой уровень у вас есть реальные возможности получить работу желание то есть если у вас есть желание всего можно добиться я в этом уверен так как посоветовать и начать изучать разработку под iOS ресурсы, литературу, полезные примеры наверное порекомендую курсы Geekbrains для начала если лучше начинать поскольку они помогут вам теряться в этом море информации которые сейчас есть в интернете вы можете много хорошего но также много плохого начитаться зря возможно зря потратьте свое время поэтому я бы порекомендовал сначала пройти курс Geekbrains они и получить гарантированную стажировку в крутой компании это на самом деле очень круто вы сразу станете получите работу поймете как делать какие-то интересные вещи и дальше сможете развиваться как iOS-разработчик кроме того есть и другие ресурсы допустим facebook.ru документация Apple и так далее единственный совет это нужно много кодить в случае разработчиков вот да еще дополняем вопрос Владислава я хочу сказать что да в хорошую организацию можно попасть в стажировку в Mail.ru и мне кажется это очень круто все туда мечтают попасть поэтому я желаю вам удачи и достижение только высоких целей в таком случае я с вами прощаюсь и спасибо большое что прослушали данный вебинар если есть какие-то вопросы вы можете написать давайте не здесь давайте моя почта вот такая вы можете сюда написать и если у вас остались вопросы можете мне сюда написать я буду рад на них ответить и так ладно последний вопрос Владислав я выучил свифт по книге но знакомств с ИДИ и много другого материала по этой книге нет сейчас самым оптимальным считаю поступление специальность программиста и целесообразно ли это да конечно целесообразно ведь на данном курсе вы получите все что необходимо чтобы стать разработчиком то есть все что вам нужно сделать это просто брать и использовать эти знания в свое благо мне кажется это просто отлично когда все это сделать уже за вас итак на свифтбуке только документация и небольшие примеры курсы там слабоватые да согласен курсы там слабоватые но цель свифтбука как раз таки не в том чтобы научить вас стать разработчиком как больше в том чтобы изучить язык свифт и уже в дальнейшем его применять но только одного языка недостаточно как вы понимаете необходимо много программировать разбираться в iOS изнутри создавать приложения и так далее и так на этом все в принципе спасибо за внимание я с вами прощаюсь и всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор